Здравствуйте! Вы смотрите программу «Здесь и сейчас» в студии Ольга Ловина и мой сегодняшний гость. Заместитель начальника пресс-службы ОМВД России по Брянской области Марина Алимова. Марина, здравствуйте! Здравствуйте, Ольга! Я очень рада вас снова видеть здесь, в нашей студии. Последний раз мы с вами встречались больше года назад, когда вы мне презентовали ваш первый сборник стихов. А сейчас, в этом году, я решила приурочить нашу встречу ко Дню защитников Отечества. Вот считается, что 23 февраля – это такой сугубо мужской праздник. Но ведь вы и ваши коллеги, которые работают в правоохранительных органах, они ведь тоже защитницы Отечества. Вас можно поздравлять с 23 февраля? Ольга, во-первых, я хочу вам сказать большое спасибо за нашу вторую сегодняшнюю встречу. И, отвечая на ваш вопрос, скажу вам так. Ну, в некоторой степени, наверное, да, поскольку все представители силовых структур призваны. В общем-то, их основная задача – защищать Отечество. В нашей стране как-то сложилось так, что больше поздравляют в этот день представителей сильного пола, то есть некоторым образом по гендерному признаку. Ну, я вот, моя, например, точка зрения, наверное, нужно помнить, любить и ценить наших мужчин и, соответственно, женщин не только раз в году, не только на 23 февраля и на 8 марта. Делайте это каждый день и, возможно, каждый час. Ну, все-таки подарочка ждете к 23 февраля? Ну, если он будет, то пускай будет приятным сюрпризом. Ну, действительно, приятно, когда получаешь подарок и 23 февраля, а еще и 8 марта. Везет вам. Да. А скажите, а много ли мужских качеств вы в себе воспитали, работая в правоохранительных органах? Да, Ольга, вы знаете, вот работа в системе, служба в системе, она, конечно, воспитала во мне. Вы же, извините, перебью вас, сколько работаете в этой системе лет? Вот уже 20 лет. 20 лет? 20 лет, да. Такой большой промежуток, считай, еще одна жизнь в системе. Я абсолютно, может быть, изначально была другая по натуре, но система приучила меня принимать решения, иногда даже в очень сжатых и экстремальных ситуациях, научила держать удар. То есть какие-то вот такие, научила совершать какие-то мужские поступки даже, может быть. И, в принципе, я думаю, что, ну, наверное, есть повод погордиться, потому что эти качества не присущи мне были изначально, а просто взращены мною самою в системе работы. Да, вам есть чем гордиться, но мне кажется, самое главное, что помимо обретения вот этих мужских качеств вы не растеряли саму себя. Вы остались такой же тонкой, чувственной натурой, что доказывают ваши прекрасные стихи. Спасибо. Скажите, а после выхода вот этого сборника вы много еще написали нового? Есть у меня новые стихи, сейчас идет процесс накопления, и, я думаю, не за горами выход моего второго сборника. И наша третья встреча. Да, и наша третья встреча, соответственно. Прочтите, пожалуйста, что-нибудь из нового, из последнего. Из последнего. 3 октября, день рождения великого русского поэта Есенина, в году ушедшем сложилось так, что как раз на его день рождения я побывала на Ваганьковском кладбище, поклонилась месту его упокоения. И у меня родился стих, посвященный дню рождения Сергея Александровича Есенина. «Ночной туман над гордою окою, Октябрьский день встречает свой рассвет. Вот-вот случится чудо, Да такое, что на земле навек оставит след. На ярмарке пеликала шарманка, Над божьим храмом пронеслась гроза, А в одном доме на сносях крестьянка Несмело подошла под образа. Она еще не знала, кто родится, Но сердце подсказало – будет сын. И продолжала истово молиться, Прося, чтоб жил он долго, досидин, Молила ему легкой жизни доли, Молила Божьей помощи в делах. А паутинки плавали над полем И застревали в скошенных стогах. Сто с лишним лет промчалась над землею Чудесных и чудовищных годов. И вновь рассвет краснеет над окою, И тишина звенит у берегов. И литургию снова служат в храме, Не в том, а в восстановленном с нуля. И паучки на матовой поляне, И в скирдах сена матушка земля. Но я тому бы дому поклонился, Из окон чьих струится тихий свет. Здесь тайный Божий жребий воплотился, И ты явился, гений и поэт. — Замечательная стихия, очень красиво, как всегда, и образно. — Спасибо. — Мне нравится. — Вы знаете, руководитель Брянской писательской организации, Союза писателей России Владимир Сорочкин, называет вас неугомонной. Натурой, якобы спокойной, размеренной жизни для вас. Это так? — Ну, Владимир Евгеньевич подметил, наверное, точно. Потому что действительно мне комфортнее, когда я постоянно пребываю в некоем движении. Либо фактическом, либо хотя бы даже внутреннем. И я полагаю, это и есть, наверное, какое-то развитие тоже. Поэтому, да, мне комфортнее, когда я все время, что называю, — Ну, действительно, вы сказали, либо в физическом движении. Вы даже много регионов сменили проживание, где вы только не жили, да, и не служили. — Да, мы с мужем служили в районах Крайнего Севера. Был у нас такой этап в жизни. Но это все, наверное, от вот этой внутренней неуспокоенности. То есть покорять какие-то новые вершины, решать какие-то новые задачи. В общем-то, это, наверное, жизненный опыт. Сейчас ваше движение больше внутреннее, да, творческое? — Ну, и это тоже, да. — Ну, скажите, что все-таки вас занимает сегодня? — Сегодня занимает меня, у меня несколько ипостасий. Конечно, служба. Большую часть времени проводим мы на службе. Стараюсь я и мои коллеги нести ее добросовестно, ни в чем не подвести своих руководителей и генерала, начальнику МВД Валентины Юрьевича Кузьмина. Потом, конечно, семья. Подрастает дочь. Я стараюсь ей внушить какие-то свои ценности, как в свое время воспитывали нас, что-то ей передать. Ну, и еще остается время вот для творчества, для общения с друзьями и для какого-то активного отдыха, может быть. — А каким активным отдыхом вы занимаетесь? У вас есть какое-то, может быть, хобби? — Я очень люблю все, что связано с водой. Я очень люблю плавать. Я люблю бассейн. Ну, а поскольку еще и сезонные, например, зимой это лыжи, летом просто, может быть, какие-то вылазки на природу. Природа меня подпитывает. — Да, и вдохновляет. — И вдохновляет. — И вдохновляет стихи, наверное. — Да, да, Ольга. — Вы защищаете Отечество в мирное время, а ваш дед, который погиб на войне всего в 34 года, вы его не знали, он в годы войны защищал наше Отечество. И ваш отец, я знаю, сделал все, чтобы о его подвиге узнали многие. — Да, Ольга, не только я не знаю своего деда, а мой отец не застал своего отца. — Годик, да, был вашему отцу? — Да, он его не застал и не помнит. Но, тем не менее, посвятил мой отец Анатолий Алексеевич Колобутин, посвятил несколько, даже десятилетий тому, чтобы память о моем деде Колобутине Алексея Павловиче была восстановлена и сохранена не только в нашей семье, но и для всех жителей нашего региона. Поначалу он пытался установить место его захоронения. — То есть даже этого не было известно? — Да, да. Вот партизанский взвод, в котором был дед, расстреляли. Их изначально захоронили в одном населенном пункте, потом перезахоранивали. Пришлось опрашивать очевидцев, пришлось искать свидетелей. Сейчас на месте захоронения моего деда Колобутина Алексея Павловича стоит обелиск, на нем высечены все фамилии погибших партизан. Кроме того, в средней школе села Плюского Трубчевского района присвоено имя Колобутина Алексея Павловича, героя партизана. Там открытие состоялось в мемориальной доске. И кроме того, фамилия моего деда высечена на... Отец добился спустя много-много лет. Справедливость и правда была восстановлена. Фамилия моего деда сейчас высечена на мемориальной стеле комплекса «Партизанская поляна» и занесена в книгу памяти Брянского областного краеведческого музея. И я хочу сказать, я уже единожды произнесла фразу, очень ценно сохранить это не только для себя, а для потомков, для наших детей. И меня очень трогает вот эта вновь врожденная традиция «Бессмертный полк» проходить с портретами своих предков. Я сама несла портрет деда. И вот в этом году будет Парад Победы, мы уже третий раз будем принимать участие в составе «Бессмертного полка». Просто ощущение непередаваемое, просто ком в горле, но и в то же время ощущение торжественности, что мой предок, мой дед, он здесь, он с нами, и он среди нас. Да, это очень важно и правильно, что вы говорите. Марина, я думаю, мужчинам приятнее всего слышать слова поздравления из уст красивой женщины, тем более в погонах. Поздравьте, пожалуйста, всех мужчин, и ваших коллег, и наших мужчин-телезрителей с праздником, с Днем Защитника Отечества, если можно, в стихах. Да, у меня есть стих, который так и называется «Защитником Отечества». «Закон альтернативы не имеет, и Родина, как мать, для всех одна. Но не всегда она нас пожалеет, и не всегда бывает к нам добра. Да только матерей не выбирают. Год сорок первый пламенем горит, и деды наши форму надевают, и будет ненавистный враг разбит. Прошли года, чуть затянулись раны, как снова занесен войны топор. И гибли, гибли мальчики в Афгане, и эхо плакало в ущельях гор. Май, школьный выпускной, растут ребята, берет свое и красота, и жизнь, но вновь уходят на войну солдаты. И детским криком «Папочка, вернись!» Все вынесем, не дрогнув. Были б силы. Святой наш долг тебя оберегать. Измученная гордая Россия. Ты боль и счастье. Родина и мать. Хочу поздравить в первую очередь своих коллег, брянских полицейских, и всех представителей сильной половины человечества с Днем Защитника Отечества. И пожелать мужчинам помнить о том, что какими бы сильными и самодостаточными мы, женщины, ни были, нам нужна ваша защита, ваша поддержка и ваша любовь. Будьте, пожалуйста, мужественными, будьте понимающими, дарите нам, женщинам, тепло своих сердец. Вы нам очень нужны. Я, конечно же, присоединяюсь к нашим поздравлениям. Дорогие мужчины, с праздником вас, с Днем Защитников Отечества. Будьте для нас всегда опорой и поддержкой. Мы вас очень любим. Марина, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Спасибо, что сегодня пришли к нам. Спасибо вам, мужчины. Редактор субтитров А.Семкин